Итак, друзья, всем привет! Сегодня мы занимаемся распаковкой оборудования для студии видеозвукозаписи подкастов и посмотрим, что мы купили, чтобы оборудовать вот это вот помещение и по мере распаковки мы будем подключать, ставить, вы будете видеть, как изменяется картинка Первое самое главное, если у вас хреновый звук на видео, то его сразу же выключат на первую секунду, поэтому не выключайтесь Я сейчас включаю педличку, которую мы купили на Алиэкспрессе за 2000 рублей, очень удобно я подсоединяюсь к телефону без провода Поэтому, начинаем! Коль мы начали со звука, нужно его продолжать Конечно же, мы будем писать подкасты не на вот эти непонятные петлички с Алика, а на нормальные микрофоны Мы выбрали и решили приобрести вот такие вот микрофоны фирмы Рода, которые, в принципе, популярны в звукозаписи Маркировка NT1 пятого поколения, black есть, соответственно, там золотого, серебряного цвета и вот мы взяли черные Вот такая вот история, давайте откроем, посмотрим, все это бралось, ну вот именно это оборудование в виде микрофонов, три штуки Мы брали на горбушке в Москве, это такой непонятный рынок Кто входит в комплект? Я уже этот набор распаковывал, тестил, смотрел Раз, два, три, раз, два, три Такой держатель паук Паук, который, вот я уже колхозил тут резиночку, чтобы записать это все Это все лишнее Прикольно, что все это идет в комплекте сразу, не надо вам будет отдельно выбирать, подбирать Так, кабель, я на самом деле не знал про это, что идет, наверное, пять метров, по-моему, в комплекте И купил еще подлиннее, на семь метров, еще три штуки Ну ладно, они, я знаю, что они часто выходят из строя, но часто ломаются И, соответственно, имейте в запасе, чтобы не сорвалась никакая съемка Дальше, сам микрофон упакован Пустая коробка Мешочек Made in in Australia My English is good Так сильно приятно Раз, два, три Он пока не подключен, поэтому это бесполезно Кстати, мне понравилось, что разъем здесь есть как стандартный, да, трехфазный Так и под современный вот этот USB, как он, переходничок, который уже Type-C, да Вот, надо с ним поаккуратнее, потому что они суперчувствительные Так, а это просто пустая коробка Вот такая история Какие-то QR-кодики, какие-то рекомендации, которые, конечно же, мы не будем читать А мы идем дальше Свет мы выбирали гораздо проще Без света никуда Что мы выбрали? Хороший свет среди любительского, переходящего на более современный любительский уровень Это Nice Photo По стоимости два фонаря Один брали не новый, другой брали новым, потому что не было два штуки в наличии на авито 14 тысяч рублей 13 990 Вот такой вот гарантийный талон, это, видимо, новый, который мы заказывали из магазина Хорошо упакован, я еще не вскрывал его, вообще не видел, как он в живую выглядит Прожектор Paris Hilton Если я включу вам в глаза Nice Photo HC 1000 SB 2, второе поколение Отличаются они вот этим вот окном от первого поколения управления В принципе, все просто Давайте, наверное, его попробуем подключить Но прежде чем его подключить, потому что его не запросто так, ну, видите, да, как мы его закрепим Нужен штатив и нужен софтбокс, который мы успешно заказали Поэтому давайте перейдем к распаковке их Да, Nice Photo Вот такой вот набор туристок выглядит, как палатка Если вы ночевали в лесу, вы понимаете, о чем я 7 900, представляете? 7 900 за непонятный зонтик Цены, конечно, убивают Так, это сеточка, я чуть позже покажу Это, соответственно, полотно, которое натягивается Готовы? Я раскрываюсь Так, как это работает? Честно говоря, я никогда не открывал это новое Всегда был гаффер, который этим занимается Не совсем понимаю, как это работает Полотна почему-то два Я, честно, не читал инструкцию, вообще не понимаю, что будет Вот такая вот конструкция у нас получается Собирали мы ее вдвоем В одного это прям почти нереально Ну или реально, когда у вас есть опыт Значит, вот к этой штуке мы сейчас закрепим свет И это все дело нужно поставить на штатив Поэтому штатив в студию Ого Этот товар мы тоже брали в Москве Тоже брали новым Конечно, я это не проверял Два штатива Ну, они абсолютно идентичны Поэтому откроем один Мы взяли металлический, алюминиевый Чтобы это было точно устойчиво Пластикам я не доверяю По стоимости, если не ошибаюсь 5-7 тысяч это было По 2 метра он, короче, может подниматься Смертельный номер Чтоб я помер Мы приближаемся к тому, что у нас появится свет Nice photo, я напоминаю Ну, мы включим один Их будет два Соответственно, освещение будет еще лучше Да будет свет! Хороший свет – это залог качественной картинки Но! Это прямой свет Должен быть еще фоновый наполняющий Поэтому, помимо нашего логотипа Нашего агентства Я купил фоновый наполняющий цвет Давайте распакуем его Вот такие вот LED-панели Продаются на Авито На Алиэкспрессе На Валберис На всех популярных сайтах Стоят они максимально недорого По-моему, по 3 тысячи По мощности 800 Мощность Вот так это все выглядит Простенько Можно подсоединять два аккумулятора Вот сюда Вот, соответственно Ну, давайте включим тоже Давайте попробуем Мы их уже тестили Мы уже их подключали на тусовочке Так, плюс какой-то брелок идет А, ну это если хотеть фотографировать Видимо удаленное управление Плюс крепление Кстати, прикольная штука Что он, ну, крепление Я не знал Не использовал Крепление, которое может Менять угол наклона Давай штативы к ним Но, кстати, уже в момент, да Не на этой Вот, ну, буквально новая Уже перебился кабель Он просто как-то перегнулся И пришлось Применить изоленту Тоже какое-то было Докрепление отломано Ну, вот это вот Хлипенький штативчик, да Про что я говорил Пластиковый Который не особо держит Ну, смотрите, сами Можно использовать Штатив, можно нет Попробуем поставить на штативе Возможно, от него можно отказаться Их просто Положить снизу Чтоб он светил на стену Это неудачная покупка Ну, не, ну, не вырежем Но Их будет две, во-первых Уже может быть лучше Но есть, я знаю, такие Длинные LED-панели Посмотрите их Они получше освещают Я думал, он тяжелее Так, не совсем понимаю Что это пока Но есть предположение Что это тоже А, это софтбокс Второй, наверное Да Такая же коробка Такой же чехол Какой-то из них Прям новый-новый Второй Просто в один раз В использовании был Это такие штуки Для того, чтобы Улавливать Сильные Вибрации И эхо Фильтр Который должен налезть Произойдет ли это Смотрите прямо сейчас Да Бывает, что они Маленького размера И не налезают Я порвал Блин, я порвал Теперь, когда будете смотреть Наши подкасты Знаете Один из них Чуть-чуть надорван I believe I can fly Блин, надо пробовать звук Мне очень интересно Как будет записываться А, самое главное Микрофон это есть А дальше что? Куда звук идет? Пульт Правильно? Пульт это тоже важная вещь В нашем нелегком деле Очень осторожно Я уже распаковывал Потому что это первый товар Который, в принципе С которого начались все покупки Вот Также я купил себе Переходничок для Мака Потому что Мне нужно скачивать Будет дорожку Микросиди На компьютер Микросиди Микросиди Ну короче Все по стандарту Кабель питания И вот он Фирмы Рода Как и микрофончики Такая вот Сверденькая Нульцевая Красивая Пультяшка Поколение Классик Классик Серво Бэйсит Роды Кастер Про Вот Это вот эта вот Основная маркировка Там уже есть еще Новое поколение вышло Модернизированное Вот Но это было подешевле Разницы я не ощущал Я не сравнил Не знаю Но это крутой Крутой пульт Который используют Многие Профессиональные подкастеры Соответственно Все очень просто Разъемы под Под кабель Четыре штуки Четыре микрофона Можно подключать Тут то же самое Выход под телефон Место под флешечку Соответственно У нее все включаешь Выставляешь здесь Уровень звука Ну в принципе Все стандартно Все как бы Все понятно Если вы не понимаете Откройте инструкцию Ютуб И посмотрите Как пользоваться Этим пультом Поэтому Хороший пульт Хорошие микрофоны Это залог Хорошего подкаста Стоимость такого пульта На вторичном рынке 40 тысяч рублей На первичном Я не знаю Буду представить С личным курсом Наверное Ну там Под соточку где-то После того Как мы одели на микрофон Вот этот вот Фильтр поролоновый Соответственно Нужно микрофон Поставить на стол Чтобы он Красиво стоял Для этого Нужны штатистики Ну не здоровые А уже такие Поменьше Мы выбрали вот такие Трехножные В принципе Тоже Довольно популярные Распространенные Заказал на озоне По стоимости По-моему Это 2000 рублей Ну не особо дорогие Так они складываются Микрофон ставится на столик Прикручивается К нему Даже регулятор По высоте есть Человек откручиваю Хоп Он может выезжать Может выше быть Технологии Технологии Туда вставляется микрофончик Выходит кабель И вот так вот На столе Вы сидите И как бы И в него вещаете Все трех Все довольно просто Осталось найти стол На который Все это поставится Стол мы уже заказали Будет красивый Эпоксид Снэп Вся вот эта вот река В общем В кадре будет смотреться Прекрасно В общем Наверное все Что нужно для успешной студии Если Свет То это две штуки Если микрофон Соответственно В зависимости от Количества гостей Которые вы собираетесь записывать Мы эту студию Если вы не хотите Запариваться Покупать вот это все Собирать И тратить множество денег А просто хотите Прийти Записаться И уйти Эта студия Сейчас будет Открыта Готова В Москве Так что В пределах трешки И вау Скотопрогонная 29.1 Чинки медиа Пишите Контакт будет в описании Приходите Записывайтесь По аренде Ориентируем И дадим им обязательно скидочку В общем Ждем всех А мы Пошли доделывать И уносить Весь эти коробки Отсюда Весь этот мусор И продолжать Достраивать Студию Всем пока